На улице Олимпийской транспорт не разгоняется. Многочисленные ямы одна из причин. Здесь нередко происходят аварии. А ведь гарантия на комплексный ремонт дорог 5 лет. Подрядчик обязан за свой счет устранить дорожные огрехи. Это контролируют муниципальные предприятия дорожное хозяйство и ГИБДД. На сегодняшний день госавтоинспекции составлено 420 административных материалов в отношении должностных лиц за ненадлежащее состояние уличной дорожной сети города и 40 юридических лиц привлечено к административной ответственности. В отношении юридического лица административная ответственность от 200 до 300 тысяч рублей на должностных лиц от 20 до 30 тысяч. Пока идет ямочный ремонт, а работать картами не позволяет погода. Сегодня устранение замечаний идет литым асфальтобетоном. Задача стоит сегодня это обеспечение проезда, безаварийного, так сказать, проезда по всем нашим улицам. А при наступлении положительных температур будет выполнен качественный уже полномасштабный ремонт на всех этих гарантийных объектах. Под каток в первую очередь попадают самые разбитые улицы. Ремонтная бригада реагирует, как на предписании ГИБДД, так и обращение горожан. В этом году уже приведено в порядок более 22,5 тысяч квадратных метров. Самый большой объем работ проделан в Кировском и промышленных районах Самары. На очереди ремонт улицы Алматинская. Ее содержит МП благоустройства. Сегодня планы скорректируем, выйдем на ремонт этой дороги. Мы с ГАИ, в принципе, находимся, вернее, общий язык у нас найден. Госавтоинспекция выдает нам предписания, мы эти предписания выполняем. Все идет по плану. В Самаре ямочным ремонтом охватят 37 тысяч квадратных метров дефектных участков. Это позволит поддерживать дороги в сложный весенний период. Как только наступят благоприятные погодные условия, начнутся полномасштабные работы. Принимать дороги будут не только специалисты, но и общественники. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.